здравствуйте друзья у нас довольно занятный вопрос состоящий в том что человек очень тщательный очень аккуратный такой систематичный пунктуальный он учит язык иностранный английский данном случае он его учит путем как бы абсолютно такого даст дословного дотошного перевода и каждое слово которое ему попадается он чтобы перевести должен его знать видимо он занимался какое-то время письменным переводом потому что иначе так сложно надо знать как слова пишется чтобы словаре посмотреть ну и короче у него сформировался вот такой навык интересный то есть он как бы не просто переводит с английского на русский когда слышит английский то есть ты можно понимать сразу по-английски но он каждое слово отдельно переводит и это очень тяжелый случай потому что ну давайте я я попытаюсь так не используя научных терминов значит сказать по простому значит если мы смотрим на то как у людей растет производительность не важно в чем там там печатание на клавиатуре решение там математических задачек программирование там я не знаю что в данном случае нас там иностранный язык производительность растет эффективность растет по мере того как укрупняются единицы деятельности вот например я такой другой возьму простенький примерчик вот вы изучаете клавиатуру там пишущие машины или там компьютерам современными и начинается с того что человек изучает по буковке он по клавишу на год этот клавиш тут этот клавиш тут и так он значит там печатает там под но традиционно так учит там по одну по одному клавишу долбишь по двум клавишам долбишь по трем и там глядишь где-то она там запомнится но если вы посмотрите на то как печатает например человек со скоростью так скажем 240 ударов в минуту там 300 ударов в минуту вы увидите что он есть исследование эту тему есть опубликованные там картинки и все такое мне просто пришлось читать свое время и вы увидите что там происходит группировка и она не просто как скажем было бы понятно и слоговая группировка дослог ма-ма-мы-ла-ра-му сложней известно что машинистки которые печатают какой-то дикой скоростью там и 600 знаков в минуту и 700 знаков в минуту они иногда прямо фразами печатают что это значит печатать фразой это значит что вот некоторые движениях совокупность движений по клавишам сформировалась в мозгу и выдается как единый акт он неразделим его нельзя разделить понимаете он он не делится это единое такое действие так вот укропнение единиц деятельности это основа роста производительность поэтому когда мы видим платон на кривой роста чем связано плату значит вот сейчас там под соберется под соберется количество период в качество и в новом качестве единицы деятельности укрупнятся значит это все относится к языку тоже но в языке есть еще такой знаете эффект я я не филолог поэтому я так просто со стороны в языке есть такой эффект когда ты додумываешь то есть тебе дали но скажем там я не знаю там 80 процентов ты точно знаешь а еще 20 ты додумаешь может быть и 90 знаешь остальные додумать что ты знаешь 10 и додумываешь я не знаю что там из этого получается я видел интересный тест где был какой-то английский текст текст был пересобачен так искажен что там ни одного слова не было которое было бы реальным английским словом там были переставлены буквы между собой там были пропущены буквы там вместо одной гласная была другая это вместо там си было кей это это было что-то чудовищно и ты читаешь и ты понимаешь полностью весь текст то есть есть способность как бы мозга да вот такие вещи делать поэтому если мы начинаем по слову но по букве не получится да да в данном случае слова в основе минимальный элемент это слово но ведь слова ты это может иметь много значений разных еще от контекста может зависеть а еще это слово может быть частью какой-то идиомы пословиц поговорки и тогда у него вообще никак никакого значения не имеет там что это слово значит там здрасте я ваша тетя пойти никакого смысла в слове здрасте нету и никакого смысла слове тетя нет и слове ваши тоже нет поэтому он значит я хочу сказать что если такая проблема и я хочу сказать что я примерно также относился к языку Когда в школе учился, в институте И я, знаете, такой математический Ты читаешь фразу И там написано что-то И ты знаешь, что написано правильно, но ты не понимаешь И ты думаешь Может быть даже в следующей фразе есть объяснение Но так уже читается математический текст Вот я так относился к иностранному слову Языку я каждое слово выписывал Зазубривал Иногда по 10 раз выпишешь, пока зазубрится А иногда сразу Ну и так далее Поэтому я очень хорошо понимаю то, что Человек говорит Но конкретно в моей ситуации Что произошло Я работал в лаборатории Методов интенсивного обучения Не только языкам, но в частности Я там как раз тайпингом занимался Однажды меня попросили Посидеть, поассистировать В классе по французскому языку Это было в течение месяца По 4 дня По 4 часа, я извиняюсь, в день Вот И я должен был там технически помочь Нашему педагогу Нашей сотруднице, которая вела этот класс Там где с материалами Где там с техникой Там много всякого оборудования было И я уж с ними там заодно Участвовал в этом классе И Это было вот Так называемые были интенсивные методы Там берущие начало где-то там Методики Георгия Лозанова Болгарского Там товарища А дальше вот Были два последователя в СССР Известные там Шехтер Китай-Городская Вот по Шехтеру я учился И там Как бы настолько вышибло Из меня Ну и методика в этом состоит Настолько вышибло Какой бы то ни было Интерес к правилам Каким-то вот таким вещам Что я с тех пор Абсолютно не комплексую И просто вот языком живу Не важно каким Я Если у меня будет 30 слов Я буду 30 словами говорить на языке Без всяких комплектов вообще Что я знаю правила Я не знаю правила Нас комплексовали Вот я учил немецкий В школе В институте Нас комплексовали Правила 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 И я никогда не вышел За пределы вот этого Чтобы я свободно мог говорить Потому что я У меня был очень большой словарный запас Но я не мог говорить Потому что я каждый раз Думал о правилах Вот У меня был опыт там Поговорить с немцами Но Но тоже как-то преодолевалось Да То есть когда практика какая-то Ты перестаешь потихоньку Об этом думать Значит Что я хочу сказать В конкретной ситуации Вот у товарища Который с этим Значит Во-первых Действительно Попробуйте может быть Запишитесь на курс По Китай-городской Или по Шефтеру Вот по их методике Я Я бы лично Ну из того Что я знаю На тот момент Когда я этим занимался Я бы наверное пошел По Китай-городской К кому-то Ну или Шефтер хорошо Значит Наверняка есть какие-то там Учреждения Которые этим занимаются Вы у них уточните Вот И сходите Потому что Весь смысл их деятельности Состоит в том Что они вас Раскрепощают Снимают вот эти вот Барьеры Вот эти зажимы И из вас начинают Переть Как я не знаю что Там были ребята Вот которых я видел Со мной учились Ну я видел не только Французский класс Вот этот У меня жена ходила В английский Мы с ней тогда вместе Работали Она там ходила И я видел людей Которые всю жизнь Там учили Какой-то язык Ну там английский Допустим И они его учили В школе Потом учили в институте И они не могли Двух слов связать Когда доходило До того чтобы поговорить Они сразу То что называется Фриктаут Вот А значит После этого курса Их остановить было нельзя Они как Ниагарский водопад Вообще извергали То есть Может быть Это было бы Для вас хорошим решением Ну и Самое главное Я думаю Это Практика Среди живых людей То есть Вот вы попадите К живым людям И начните с ними общаться И у вас не будет возможности Там по словам переводить И вы обнаружите Что собственно И так все понятно Без того чтобы Там по словам переводить А перевод по словам Все равно полного понимания Не дает Нафиг это Идешь и разговариваешь с людьми Я вижу тут людей Которые Трех слов не знают По-английски И они идут И они что-то купят в магазине И они могут в ресторане покушать И они могут Там в автобусе Разобраться с водителем Ну то есть Настолько Не нужно много Тут начинается И мимикой И жест И глазами И бровями И черт его знает чем И мы абсолютно В состоянии Общаться Без какой-то там Ну я не знаю Там Глубокой грамматики Я в Киеве Когда был в апреле Там мальчик Он не помню Седьмой класс Восьмой В английской школе И он сидел там Что-то по-английскому И мне так интересно стало Я смотрю Я вообще понять Ничего не мог То есть Что они там Какие-то правила И я думаю Надо же А поговорить он не мог Я ему говорю Давай мы поговорим Он не может Это то же самое То есть Нужно Во-первых Там есть барьеры Конечно Психологические Но во-вторых Надо укрупнять единицы Надо мыслить не словами А надо мыслить фразами В этом смысле Очень хорошо Заучивать конструкции Да Вот Идет какой-то блок А дальше Там одно слово меняется На другое Там слово меняется На третье слово меняется Но Есть фиксированная позиция Какая-то Да И если вы понимаете Эту конструкцию То дальше Уже Намного проще Как бы Понимать Эту же самую Конструкцию Если в ней Меняются Какие-то элементы Но если ты Конструкции не видишь А видишь Только одно слово Второе слово Третье слово В языке Никто не говорит словами Даже конструкциями Поэтому Как только Простенькие конструкции Вы начнете понимать Так улавливаете Вы сразу Там Смотришь Там 90% всего Уже понятно Ну вот скажем На простом уровне Я не говорю Там может Профессура Там более сложным языком Разговаривает А так Простой народ Я бы так сделал То есть Просто Просто говорите Но не говорите Говорите Общайтесь С людьми Вот так Как пошел С человеком Разговаривать И Это не произойдет В одну секунду Но Произойдет Особенно Знаете Как Если Он рюмочку принял Вы рюмочку приняли Барьеру Шли И посыпалось И посыпалось Я уже Сколько лет Не сталкивался С немецким языком Уже Слава богу И вдруг Иногда Что-то я вижу И мне такое ощущение Что-то прям по-русски Написано Я думаю Боже Это же на немецком Черт узнает Потому что ты расслабляешься Потому что ты Смотришь блоком Каким-то Вот этот блок Когда-то засел Структура какая-то Вот она засела Много лет назад И ты ее видишь И даже не соображаешь Что она немецкая Там места английская Поэтому только Через практику И через Вот Специальные методики Которые Вышибают Барьеры из человека То есть я видел Как вот люди Которые примерно В таком положении Как они начинали Фонтанировать на языке И думаю Что в практическом плане Если вы живете В России На Украине Где-то там Вы можете Очень легко И очень быстро И недорого Прорваться Вообще И выйти на совершенно Другой уровень Может быть даже Через пару Ступенек Перепрыгнуть Не то что на следующую Подняться А сразу через несколько Потому что у вас Невероятный потенциал Уже накопился Надо дать ему Разрядиться Понимаете Счастливо